Это же не всегда нужно, то, что вы берете себе в магазинах. Но обратите внимание, в магазинах есть продукты питания, которых не так уж и много, особенно если мы будем говорить про сетевики. И очень много тех вещей, которые, в принципе, как бы нам не сильно-то и нужны были бы. Ну, курева ладно, они хоть убрали в сторонку. А вот алкоголь, был бы он еще хороший алкоголь, а то он вещь, не самый-то вкуснейший алкоголь, то, что он представлен. Я-то помню это время. Было-то из разряда того, в котором состояние я жил, когда в магазине было всего три сорта алкоголя и еще кубинский ром. Было то время, когда, я помню, когда в магазине было три сорта колбасы, вареная, копченая и ливерная. Да-да-да, было такое время. Было то время, когда было хорошее пиво, магнитогорское, естественно, семь дней оно хранилось, а потом его надо было выкидывать, потому что все, приехали. Было то время, когда хорошее колбасу, ну, про колбасу я уже говорил, я про молоко скажу, да? Два дня, если не в холодильнике, то оно просто клашей становилось бы. Было то время, а сейчас что в магазинах творится? Но мы сегодня не про эту тему будем проводить наше беседование, в смысле, беседу с вами. Я бы хотел вам продемонстрировать, что бы вы смогли сделать, купив себе то, что вам необходимо. Потому что электросила продает очень хорошие качественные товары для повседневной жизни. То есть лампочки, провода, выключатели и все остальное. Но не только же эти вещи она продает. То есть давайте поделимся, сколько вы тратите на алкоголь. Ну, допустим, средняя бутылка стоит 230 рублей. Ну, это самое дешевое, знаю. Что-то более-менее нормальное, это стоит, ну, в районе 350 рублей. Плюс еще и еду, которую вы сможете себе взять. То есть будем говорить о сумме, ну, примерно 700 рублей или ниже. Сейчас время другое. Время экономить. Но раньше экономия, мы покупали себе машины. Сейчас тотальная экономия, она позволяет вам купить в действительности все, от и до. А лучшая экономия, когда вы вкушаете все домашнее. И в принципе, сэкономив, можно смотаться за булгар. Но экономить надо всегда. Но сегодня наша экономия завела нас в электросилу. Потому что даже убрав яд из собственных продуктов питания, я могу и не задорого купить все для электромонтажа. Итак, 700 рублей или ниже. Ну, столько, сколько вы заливаете себе. Сюда, да, да, да. Вот люди сразу начинают понимать. Как бы вам сейчас я бы объяснил бы, что за 700 рублей вы можете себе купить отличную цешку. Недорогую. Но это вам реально хватит, чтобы посмотрели напряжение в сети. Это железобетонный. Ну и в конце концов проверили бы на КЗ, на короткое замыкание. Есть или нет. Это, кстати, очень хорошо для тех, кто занимается автомобилями. Вы же не сможете ничего увидеть, да, физически. А так хоть проверите. То бишь, будем говорить, что 340 рублей. Но есть и чуть-чуть подороже. Есть, естественно. Оптимальный вариант это из той же оперы. Сколько я вам объяснил. Все остальное вы думаете, что неправильно? Да нет. Вы абсолютно неправильно думаете. Потому что здесь есть замечательные розетки. Это и естественно. Но розетки надо чем-то еще крепить. Так вот, для того, чтобы крепеж розеток, это замечательные отверточки разные. А есть еще отверточки с фазой. Ну, чтобы если что-то у вас как-то получилось, вы хотели проверить, есть ли там напряжение в сети. Просто отверточку, аккуратненько отверточку воткнули в розетку и понимаете, что в розетке, оказывается, есть напряжение. То, что я бы вам не советовал двумя пальцами залазить в розетку. Это как бы не совсем Америка. Там 110 вольт, а 220 вольт, это очень хорошо вас шлипанет. Естественно, меня било и неоднократно. Вот. Это из той же оперы. Я вам сейчас говорю про ту сумму, про которую вы реально можете на одну купить много чего. К слову о том, что, обратите внимание, можно и на газ поставить, замечательные газовые горелки. Да. А это очень полезная штука, реальная. Потому что иногда что-то не отворачивается, и вы этой газовой горелкой можете нагреть сталь до температуры плавления. Ну, не температуры плавления, но когда она станет красной. И быстренько-быстренько охладеть. То есть, может быть, и не стоит потом пытаться разморозить ее. В смысле, не разморозить, а добавить туда противоскользящие добавки. Такая штука тоже, возможно, я недавно этим делом, кстати, и занимался. То есть, так, в принципе, все нормально и ровно. То есть, мы не будем говорить про то, что здесь есть, потому что ту сумму, которую я вам рассказал, здесь, вот здесь вот. Этого хватит реально. И на многое. То бишь, когда мы говорим о свойствах магазина электросилы, не надо забывать пункт номер один, что электросила это еще и те вещи, которые вам помогают. Какие вещи вам реально помогают? Я пока прогуляюсь, но вот отсюда и вот досюда. Вот отсюда и вот досюда. Да, и без этого как-то же и становится немножко сложноватой. Потому что, да потому что, даже, допустим, если у вас есть вещь, которая здесь не продается, но она бывает, и вы можете себе купить электродрель или шуруповерт, но без разницы. То есть, даже если вы захотите поставить крепеж на верху, да и вообще, то есть, крепеж может быть не только, допустим, вы крепите элементы конструкции, не обязательно. То есть, в забор вы также можете закрепиться. Только вопрос, как вы будете этого делать? Вопрос решается легко и просто. Любые штучки в пределах, ой, 23 рубля. И вы уже спокойненько шуруповертом или дрелью закручиваете. Это все здесь есть. Кроме всего прочего, иногда такие вещи тоже случаются, когда необходимо поставить что-то большее в вашу дрель, пожалуйста. Из той же оперы, только дешевле. Это не 700 рублей, а гораздо дешевле, по сути, событий. Ну и, естественно, другие вещи, про которые я вам говорил. То бишь, отсюда и досюда есть все, что вам необходимо. В том числе, сверло до металла различные, естественно. И такие вещи очень реально крутые и необходимые, как сверло переводят. Да-да-да-да-да. Потому что я вам еще раз говорю. Мое личное мнение, что должен был бы дом быть все-таки из древесины с пенопластом. Это самый лучший вариант. Экономия вообще идеальная. А что вы поняли, как это делается, разговор для всех. Вы можете дом из пенопласта посмотреть. Находится он рядышком с нашим замечательным ГИБДД. Пересечения советской и ленинградской. 777, зайдите, посмотрите, как топится небольшой дом. И после этого еще вы мне не будете рассказывать о том, что секпональные дома это очень плохо. Ой, поверь мне, настолько красиво и вкусно, что в принципе при небольшом количестве электричества вы можете легко протопеть. И даже не нужно туда ставить печку. Да и вообще-то очень приятно, когда заходишь сюда и убеждаешься в том, что это тебе необходимо. Да-да-да, это всем вообще-то необходимо. Вот такие штуки. Они, конечно, подороже, но будем считать, что это как будто бы вы три раза отдохнули в течение, а я не знаю, сколько времени. Иногда человек каждый божий день употребляет хорошее количество алкоголя. Иногда нет. Ну, если что, вот за три, да может за два, как раз два рубля. Вот эта тема очень крутая и необходима. Но есть еще штука такая. Я думал, что с моим зрением все будет красиво и ровно. Думал. Ну, к счастью, у меня дальнозоркость началась. То есть я как бы издалека все очень хорошо вижу, а сблизью проблемки начинал видеть. Да-да-да-да. И в другом месте, вот сегодня и сейчас, потом обязательно зайду за этими штучками, то есть вот это бинокулярное зрение. Понимаете, для чего? То есть здесь вообще как бы две, две, два, две, дву... Двойные линзы. Я сейчас занимаюсь стендовым моделизмом. Знаете, что как? Прикармливая штука, через недельки-полторы-две я вам покажу, что такое стендовый моделизм и к чему он приводит. Я такие же штуки купил, естественно, где? Естественно, в электросиле. Но тогда еще здесь этого не было. Потом обязательно приду и куплю, потому что вот это идеальный вариант. Сидишь, смотришь, и все у тебя получается красиво. Ты даже вблизи-то их не видишь. Но по сути событий получается изумительный вариант. И цена опроса вообще копейки. То есть я вам говорю, купив это, у вас все будет вообще красиво и ровно. Просто изумительно. Я не буду ни про кого говорить, но рано или поздно все, кто меня слушает, уже понимают, о чем идет речь. То есть с электросилой не обязательно дружить и покупать здесь все, что есть. А здесь есть много чего в наличии. Можно и купить то, без чего жизнь станет еще интереснее, веселее. Как вам такой вариант? Не все это понимают, это зря, кстати. Потому что давайте все-таки вернемся на круги своя. Круги своя у нас начинаются, когда чего-то не хватает. Да-да-да. Вот круги своя начинаются, когда не хватает отверточки. Она здесь есть. А круги своя не хватает, когда у вас нету этих плоскогубцев. Они тут есть. Круги своя – это когда у вас не хватает других вещей. Кусачек, они тут тоже есть. Круги своя, когда у вас не хватает резателей. Они тут тоже есть. Круги своя, когда у вас не хватает обжимных вещей. Они тут тоже есть. Круги своя, когда вы не сможете ничего зачистить, а используя только зубы. Здесь тоже все есть. Круги свои, когда у вас не хватает ножей, они тут тоже есть круги. Вы не понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что у вас реально не хватает. И если все это дело перечислить, то есть все, в принципе, можно здесь взять за абсолютно грамотную, ценную категорию. В смысле, за грамотные ценники, естественно, я так немножко что-то разошелся. Ну, мне говорят, Леша, а почему ты такой странноватый? Я говорю, ребят, я с людьми разговариваю на обыкновенном человеческом языке. То есть не надо говорить, что я какой-то навороченный, крутой. Нет, я такой же, как и вы. Мало того, у меня всегда по русскому языку были три балла. И, естественно, я не заканчивал никакой там филфак и все остальное. Нет, господа мои, я заканчивал горный институт, энергофак, естественно. То есть, как бы вам сказать, три балла, как они были, так и они остались. Именно поэтому своими три балла, тремя баллами я делюсь с вами. И будем надеяться, что мои три балла вы хорошо понимаете. Потому что все-таки давайте определимся, не каждый вот такой человек, далеко не каждый, пытается вам объяснить, что электричество для дома стоит реально не сильно дорого. Практически за копейки. Сейчас я кое-что снимаю, вы поймете, о чем идет речь. О, вот оно, вот оно то, что нужно. Что это такое? Сейчас объясню. За моей спиной сварочный аппарат. У меня есть такой сварочный аппарат. И, к слову, об этом сварочном аппарате я его купил примерно из той же оперы. Ну, примерно 8 тысяч рублей. Примерно. Почему сварочный аппарат нам, естественно, необходим? Ну, потому что есть дом, сад и огород. К слову всего прочего, я еще и купил к себе дополнительную сварочную маску. А сварочная маска здесь тоже есть, изумительная. Как раз для нас. А вы не знаете? Нет, ребят, я, конечно, электроник. Ну, в смысле, после того, как я закончил работу на Челябинской государственной компании, мне там сказали, что электроник. Электроник, электроник. А где у тебя кнопочка? Я говорю, нет у меня кнопочки. Никакой. Но, тем не менее, мне сказали, что я могу работать с напряжением до 110 тысяч вольт. Ну, электроник такой. Естественно, почему нет? То есть, на телевидении мы не будем говорить, что телевидение, если честно, это самая электронапряженная структура в мире. Поскольку вы должны понимать, что электрический сигнал, еще и работающий в метровом диапазоне, имеет мощность 5 киловатт. Это маленькое, еще там 10 киловатт бывает, еще 12 киловатт бывает. Да-да-да, такое оно с телевидением. То есть, вот я и есть электроник. Естественным образом, я потом посмотрел, изучая то, что небольшое количество людей у нас хорошо делают сварочные процедуры, я скажу, что были у меня два сварщика. Один дед Сережа до сих пор есть, слава тебе, господи. А другой, к сожалению, на тот фетуш. Он очень был крутой сварочный. Вот такой был, вот здесь был, естественно. Так вот, это его изгубило. А можно было сделать по-другому. То есть, когда Сережа ко мне приходит, я ему даю сварочный аппарат, это ему нравится. С такой же маской, это ему тоже нравится. Хотя я тоже могу это сделать. И давайте все-таки определимся, где мы можем все этому научиться. Где-где-где. На YouTube, естественно. Втыкаете, думаете и потихоньку начинаете, ну не сильно много, но сваривать. И все будет нормально. Мне говорят, дорого, а так ли это? Так ли то, что пенсионер американский плохо живет? Нет, не плохо, как и мы, в принципе. Здесь за 700 долларов можно купить машину для сада-огорода. Но прежде любить вам надо землю. Она вас кормит. Главное, та же сумма или дешевле. И вы не водитесь в том количестве. Вам это нравится даже более. Особенно, когда яйца и овощи с фруктами свои. И вот тогда за немного можно заниматься и хобби. Мы же рассказали вам многое. Но когда вы говорите о многом, вы должны подумать, что многое это деньги большие. То. А вот и нет. То бишь, чтобы все было у вас ровно и красиво. Чтобы вы вообще не задумывались ни о чем. Чтобы вы могли ремонтировать электричество. Чтобы вы могли даже варить, если честно. Да, и сварочный аппарат, естественно. И маска, и все остальное. Это сумма максимум 15 тысяч рублей. Ну, я буду говорить о 10-ти рублях. То есть, это даже не сумма, которую вы тратите каждый божий день на продукты питания. Подумайте об этом, господа мои. И потом уже включив свои мозги, включив мои мозги, включив все что угодно. Слово о том, что мозги сейчас легко включаются где? Там же, где 11 лет назад появляются мои сюжеты в ютюбе. Посмотрите внимательно и научитесь варить, делать все что угодно. Это тоже можно сделать. Вы не будете такими крутыми, но хотя бы что-то вы сможете сделать сами. И именно поэтому я говорю благодарность электрощелей, которые располагаются здесь на вокзальной 5 и на Комсомольской 17.